Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Доброго времени суток, возможно глупый вопрос. Ну, я бы сказал, что очень многие вопросы можно посчитать глупыми в психологии вообще все, потому что обесценить можно все что угодно. То, что вы сами считаете свой вопрос глупым, ну конечно для меня это сигнал о том, что вы себя обесцениваете, обесцениваете то, что вам важно. И самое печальное в этом то, что другие люди это заметят, понимаете, и будут относиться к вам совсем не так, как вы того достойны. Ну, то есть вы, если решаете, что вам что-то нужно, точнее чувствуете, что вам что-то нужно, вот, если вы чувствуете, что вам что-то важно, то так тому и быть, что это ваша реальность, в которой вы живете. Со своими сложностями, со своими особенностями. Реальность. Ее нужно принимать. И учиться взаимодействовать. Это конечно. Дальше. Вопрос глупый, но очень меня волнуется. Вообще волноваться по каким-то важным вопросам, это мне кажется нормально. Это означает, что мы живые люди, что мы что-то чувствуем, что мы что-то переживаем. Вообще волнуюсь и вопрос это хорошо. Вопрос только в том, что именно вас волнует. Забыкаешь вперед, могу сказать, что, на мой взгляд, здесь ваше волнение, а здесь ваше волнение связано со страхом отказа. Вы боитесь, что вам отказывают, отказываются, что вас отвергнут. Это немножечко не про волнение, а это немножечко про другое, как мне кажется. Как можно так понять другу, что он дорог тебе, как мужчина, и даже любимый, но сделать это испортволь и тактично? А я вам могу сказать со всей честностью и прямотой никак. Потому что чувства и испортволь и тактичность, извините, не совместимы. Испортволь и тактичность есть там, где нет чувств. Видите? Вы снова отказываетесь принимать реальность, в которой вы живете. У вас есть чувства, но вы отказываетесь принимать их реальность, пытаетесь построить их под какую-то картинку, под какую-то концепцию, под какой-то стереотип. Вряд ли вы выстроите искренние, доверительные, здоровые отношения с таким-всяким человеком. Я бы сказал, предположил, что, может быть, вы здесь боитесь соответственности, взять ответственность за свои чувства. Значит, допустить, что вам могут сделать больно. Если вам могут сделать больно, а вы не умеете обращаться с болью, то это, конечно, страшно. Поэтому, тут я могу сказать, что, ну, только направить, то есть, дать рекомендацию, не обижать от боли, а учиться ее выражать. Учиться ее выражать кому-то и получать обратную связь в ответ на это. От людей, которым вы можете доверять, которых вы можете положиться. Такие дела. По сути, вы не хотите рисковать. Но в чувствах так не бывает. Если у вас есть чувства, вы хотите у них признаться, вы рискуете, это нормально. А не хотите рисковать, это уже не про чувство. Ведь ценность поступка в том, чем человек рискует, мне кажется. Так что здесь вы противоречите немножко сами себе. Есть ли у вас чувства к человеку, а вы не хотите рисковать и открыть, открыть, а не сказать. Что это за чувства тогда? И направлены ли эти чувства на человека? Может быть они больше эти чувства про вас, а не про мужчину? Я не говорю, что вы совсем ничего к нему не чувствуете, но может быть какая-то часть этих чувств все-таки про вас. Поэтому я бы тоже уделил бы какую-то внимание. Ну и наконец последний момент, который я хотел бы, наверное, забронить, касается того, что даже если убрать все моменты, о которых я говорил, то нет какого-то универсального способа, как можно дать понять, что у вас есть чувства. Потому что для каждого человека, и тем более для каждой пары свой уникальный универсальный способ. И очень важно, что вы сами нашли этот самый способ. Вот психолог может вам подсказать, в каком направлении вам двигаться, чтобы найти этот способ. Но способ вам нужен самый. Значит, получается какое-то проживание чужой жизни. То, что вы сейчас делаете, это хотите, чтобы мы за вас прожили какую-то часть вашей жизни. Или вы хотите прожить часть нашей жизни. Ну ничего хорошего из этого, поверьте, моему опыту не получится. Поэтому способ сказать о своих чувствах, а точнее я бы сказал форма, наиболее удобная и приемлемая для человека форма, если мы говорим про чувства к другому, подбирается из особенностей и специфики этого человека. Если вы интеллектуальному человеку, мне даже немного неловко за такой пример, но если вы интеллектуальному человеку грубо признаете в чувствах, и при этом у него не будет некоторых особенностей, то скорее всего такое признание молодой человек не одобрит. Если вы, наоборот, грубому человеку признаете в любви интеллектуальной, и у него не будет ряда особенностей, то такой человек, мужчина, тоже такое признание вряд ли оценит. Поэтому исходить нужно из особенностей вашего друга, исходить нужно из приемлемых ему форм. А поскольку своего друга знаете только вы, то вам и лучше знать, какая это может быть форма. Собственно говоря, мне кажется, что в глубине души у вас уже есть тот самый единственный, что это значащий для вас способ дать знать мужчине о своих чувствах. Но вас сдерживают, что называется, иные силы, страхи, стыд, обесценивания, которые у вас есть. Но мне кажется, что ответ на свой вопрос вы знаете, вам либо хочется, чтобы...